Всем огромный-огром привет, мои любимые девочки, кто решил заглянуть ко мне на канал. Сегодня будет очередное видео о моих классных находках и покупках с Валберис и Азон. Если вам интересно такое видео, то, пожалуйста, оставайтесь со мной и приятного просмотра. Итак, в этом видео будут, как обычно, вкусняшки, одежда, кое-что из обуви, ну и море всего полезного. Итак, приступим. Итак, заказала я себе, захотелось мне бордовой майки. Я не знаю, увидела на девушке одной, мне так понравилось, как она смотрится. У меня есть нечто подобное, такого цвета. Я вообще обожаю такой бордово-виноградно-баклажановый оттенок, особенно осенью. Не знаю, осенью он для меня, это прям оттенок осенью. Вот, у меня есть такая подобная, только она футболка, и она с такими борзачными рукавчиками, но ей уже 300 лет побед. Я хотела себе именно майку. Может быть, она уже осенью не актуальна у нас будет, но мне так ее захотелось. Значит, это летняя майка топ, врубчик под пиджак, борцовка она называется. Я заказала три на выбор, и из этих трех мне понравилась она больше всех. Значит, у нее приятная такая тянущаяся ткань, резинка действительно. Это у нас хлопок 95% и лайкоро 5%. Она идет в очень разных оттеночках, и красный, розовый, бордовый, и бежевый, черный, в общем, разные-разные-разные. Мне понравилось, что у нее красивый вырез, вот такой вот, не сильно большие проймы на рукавах, так скажем. И она не сильно длинная, потому что несколько я заказала, они прям ниже пояса, а я хотела, чтобы она была чисто до пояса, и все. В общем, вот такая вот приятная маечка, хорошо тянется. Я заказала 46-48, и она мне идеально подошла. Я ее ношу под джинсовую юбку, мне очень нравится, как она смотрится. Приятная, качественная, хорошая. Что еще нужно? Вот такая вот футболочка, если вдруг это актуально, конечно, может быть не совсем, но мне она понравилась, и стоила она недорого совсем. Еще заказала два пола школьных для сына, ну, как школьных, можно, конечно, их использовать не только в школу, просто носить. Он у меня не огромный любитель, их мы смотрели в торговом центре, я вам рассказывала, когда мы во влог, в Меге мы ходили, смотрели, я хотела им купить такой пола еще к первому сентября. Но все, что там было в торговом центре, продавалось, ему вообще ничего не понравилось. В общем, он очень сейчас стал избранным в одежде, раньше такого не было у него, а сейчас прям вообще ничего не нравится, это не нравится, это не нравится, ему хочется все оверсайд, чтобы ничего, не дай бог, нигде не облегала. Поэтому я ему беру обычно на размера 2 больше, чем он есть. Он у меня сейчас 48-50 размер, если, ну, вообще худенький у меня, ну, 48-й, грубо говоря. Но он хочет носить что-то там 52-го размера, как папа. Ну, ладно, не суть важна, в общем, взяла вот такое вот серое поло, оно идет в 52-м размере, как раз в 50-м размере, оно идет в очень разных цветах, и белый, голубой, красный, бордовый. Ну, я взяла вот такой светло-серенький оттеночек, чтобы было на каждый день. У нас еще сентябрь, в принципе, жаркий, и весь сентябрь он проносит, в общем, потому что у него по факту осталась одна рубашка на коротком руками, вторая, оказывается, ему уже не нравится, она ему облегает, хотя она совсем не облегает, но вот хочется ему что-то посвободнее. Вот эта, кстати, футболочка, она идет не так свободная, как следующая, которую я вам покажу, но, в принципе, мы ее выбрали. Я взяла две тоже серенькие на выбор, одна была такая с воротничком-стойкой, а другая вот такая. Здесь идет кленовый листочек, вот такой вот симпатичный. Стоила на 1493 рубля. Я брала его на озоне, это поло, очень приятное по качеству, здесь у нас материал 97 хлопок и 3% эластана. Я считаю, отлично. Есть она, кстати, и в разных размерах, и синяя, и черная. В общем, если вы смотрите своему сыну, мужчине, своему любимому, вот такие вот футболочки поло любите. У меня муж, например, очень любит такие футболки, поэтому, может быть, даже возьму какую-нибудь другую, но уже, наверное, к следующему лету, в этом году, я ему набрала кучу разных футболок, поэтому у него довольно большой запас. Здесь идут пуговички самые обычные, ни кнопочки, ничего. И здесь были, в общем, бирки, я их отрезала, потому что сын их очень-очень не любит. Хорошая, качественная футболка поло, нам она понравилась. С огромным удовольствием будем ее носить в школу. И это она каждый день серенькая, и, конечно же, нужна была белая футболка. Вообще, ее надо было показать еще к первому сентября. Но так как линейки у нас не было, завтра зато ожидается что-то подобное. У нас есть еще шеврон нашей школы, мы его сюда прицепим, так скажем. Вот такая вот красивая белая, белая уже моя футболочка поло. Она нам понравилась с мужем, сидит просто идеально на нем, хотя это размер посвободнее. Я взяла специально побольше 52-54, это просто обалденная футболка. Она, мне кажется, и мужу будет как раз. Хотя стоила она даже дешевле, чем та. 1290 рублей по карте Озон. Хлопок спандекс. Здесь получается хлопка 90% и 10% спандекса. Очень приятное качество. И мне нравится, что она идет вот такими вот синими лосочками. Ой, синий воротник. Воротник и пуговицы здесь тоже темно-синие. И здесь вот такой вот, что это у нас? Ну, типа лакост или как? В общем, там идет малошадка какая-то с наездником. Не помню, какая это марка идет. Наверное, под какую-то марку, под лакост или что-то наподобие. Да. Кстати, идет она тоже и голубой, и синей есть, и черный, и темно-серый. В общем, много-много разных цветов, размеров. Качество у нее изумительное. И здесь мне понравилось, что она хорошая по длине, и снизу идут вот такие вот еще разрезики. Один и второй разрезик. Вот. Очень качественная футболочка пола. Могу ее посоветовать. Нам она понравилась. Она приятная к телу, легкая. Нигде ничего не колется. В общем, замечательная футболка пола. Смотрится нарядно. Белая вообще просто изумительная. Мне она очень-очень понравилась. Особенно на праздник какой-то, на 1 сентября, надо было брать, конечно, именно такую. Я люблю, в общем, на каждый день носить обесшовное такое белье. Трусики, которые такие высокие, удобные, нигде ничего не врезается, не вливается. В общем, это самое то. У меня был такой комплект трусиков. Они у меня уже так хорошо поистрепались. Я уже половину их выкинула. Хотелось мне что-то похожее. Когда-то мне их прислали на рекламу. А в этот раз я решила заказать эти же самые, потому что мне очень-очень нравились. Я решила их заказать, но их по этой ссылке уже не было, к сожалению, по моей. Поэтому я начала искать что-то подобное. В общем, я хотела хорошие такие бесшовные трусики на каждый день. Вот я выбрала такой набор. Правда, единственное, они очень высокие. У меня те были поменьше, конечно. Это прям высокая-высокая посадка. Они подойдут уже под какие-то высокие вещи, под джинсы, которые высокие. Немножко могут торчать даже. Но на каждый день они, конечно, очень-очень удобные. Выглядят они, может, не очень симпатично. Но они просто обалденно комфортные. Значит, это у меня получается нейлон 75% и спандекс 25%. Они идут в разных цветах, в разных размерах. Размеров просто очень много. И цветов тоже много. В комплекте идет 4 штучки. То ли они 658 рублей. Вот. Я именно такие и хотела на каждый день. Чтобы были в основном темные цвета. Шли они в таком вот здесь пакетике. И трусики, конечно, просто обалденные. Они очень-очень удобные в носке на каждый день. Короче, они хорошо подтягивают животик, если у кого-то есть какой-то лишний. Я, например, не люблю, когда у меня над трусами висит пузо. Я хоть часы похудела, но все равно люблю, чтобы животик как-то утягивался. Вот. И я выбрала в четырех цветах. Значит, одни такие, получается, идут темно-бежевые. Вот. Я еще их, естественно, не носила. Но померить-померила. XL взяла 46-48. Идеально они на меня сели. Даже так немножко свободновато, так скажем. Вот. Такие вторые. Мне очень понравился цвет. Такой красивый. Бордовый. Очень-очень-очень. Они идут каждый, кстати, в индивидуальной упаковочке. Я еще два не распаковывала. Потом третий идут просто бежевый цвет. Вот такие светло-бежевые. Но это уже, конечно, не на лето. Она будет на осень-зиму больше. Ну и, конечно, четвертые идут черные. Вот. Вот такие вот классные трусишки. В общем, на каждый день самое то. Я люблю такие. Они сидят очень плотно, хорошо. Подтягивает пузико, высокая посадка. В общем, самое главное, что они бесшовные. Нигде ничего не натирает. Получается, что действительно швов никаких нет. Здесь идет такая ластовица. Типа как тоже материал искусства. Единственное, она со временем начинает немножко уже отдираться, так скажем. Особенно, если пользуешься постоянными дневками. Вот. Поэтому есть такая проблема. И они изнашиваются со временем. Их нужно, конечно, обновлять. Но вообще набор классный. Мне очень понравился. Так что могут цветы, если кто-то любит такие на каждый день. Они тоже хорошие, удобные, высокие, бесшовные. А это была сыворотка. От уже известного мне бренда. Ювеню. Мне нравится этот бренд. Я много что у них пробовала. И мне стало интересно попробовать еще и увлажняющую липтинг сыворотку. Я сейчас подсела на сыворотки различные. У меня они очень быстро заканчиваются. И поэтому мне стало интересно познакомиться с ней тоже. Это глубоко увлажняющая фитосыворотка. Здесь 30 мл. Такая же упаковочка, как у многих средств этого бренда. Производство, кстати, корея. Написано, да. Вот. Изготовлено в июле этого года. И в составе у нас здесь гиалуроновая кислота, растительные экстракты различные, сок алоэ вера и так далее. Здесь, в общем, все подробно расписано. Мифодичная такая упаковочка. И вот, собственно, сама сыворотка. Мне она понравилась. Я уже где-то недельку ею пользуюсь. Она такая довольно густая, гелевая, как и положено быть в увлажняющей сыворотке. Она довольно быстро и хорошо впитывается, не оставляет липкости. Вот так вот она. Средняя по плотности. Запаха никакого нет. Вот. И на нее хорошо ложится любой увлажняющий или питательный крем. Но в основном я использую ее с утра. И, кстати, она неплохо подходит как база под макияж. И вот у меня есть два крема этого бренда. Вот. Я тоже ими активно сейчас пользуюсь. Это у меня питательный крем с коллоидным золотом. И увлажняющий с цинтеллой азиатской. Классная крема. Так что могу посоветовать вам продукцию этого бренда. Мне, в общем, она понравилась. Самое главное, потому что после нее нет липкости. И что она действительно хорошо увлажняет. Так что могу посоветовать. Особенно сейчас в холодное уже время года. Так. Следующее, что я заказала. Так, я увидела, что на бренде Панки Манки была хорошая акция, хорошая цена. И там у них есть различные цветные подводки. Вы знаете, какой я огромный любитель различных цветных подводок, тушей и так далее. И я захотела, вообще хотела какую-нибудь баклажановую такую подводку. У меня есть все цвета, какие хочешь. А вот баклажановой еще не было. Вернее, она мне закончилась. У меня была когда-то от Стеллари. Вот. И я выбрала, в общем, вот такой вот красивый цвет баклажановый. Я думала, что она такого, собственно, цвета и будет. Цвет 04. Там есть, в общем, много разных цветов. Там и розовая, и серебристая, и зеленая, коричневая. Ну, и разные другие. Это написано было темно-розовая. Но я думала, что это, наверное, мордовый и есть. Но не тут-то было. В общем, на самом деле, она с блестками. Она шиммерная. Но, по факту, она не бордовая. Она посветлее, конечно, чем я думала. Ну, хотя, в принципе, так смотришь. Но на глазах она, конечно, не так сильно видна, как на руке. Мне кажется, что цвет действительно темно-розовый. Здесь большое количество шиммера. Кстати, очень похоже на мою любимую подводку от Фаберлик. Там тоже много шиммера. И она тоже с кисточкой. Здесь идет удобная такая хорошая кисточка. Она, в принципе, неплохо рисует. Довольно пигментированная. Стоила она по скидке 349 рублей. Она немножко светлее, чем я планировала. Ну, в принципе, за свою цену пойдет. Буду, в общем, пользоваться ею тоже. Вот. Но хотелось, чтобы она была действительно бордовая. Так получается темно-розовая. И на глазах ее, конечно, ну, не так хорошо видно, как я планировала, так скажем. Но, в целом, неплохая подводка. За свою цену пойдет. Брала ее на отзыв. И следующее, что я заказала на Валберес. Да, это была вот такая вот милая вещичка. Это у меня румяна тинт желейный. Мне что-то так наткнулось, как обычно. Я же заказываю много разных тинтов. Мне в рекомендованных выскакивает вечно на Валберес. Всякие тинты. На зоне, на Валберес. И вот выскочил мне в рекомендованных. У кого-то я, по-моему, натыкалась тоже. То ли в ТикТоке, то ли где-то на Ютубе. В общем, это вот такой вот желейный в виде желе тинт. Он идет в двух цветах. Один, по-моему, такой ярко-ярко-ягонного цвета. А второй такой более нейтральный. Вот я его и взяла. Вот это вот такая вот милота. Кстати, стоил он 362 рубля. И на него были прям сплошь хорошие отзывы. Я не могла пройти мимо. В общем, вот такой вот классный тинт. Когда его наносишь, он очень дает натуральный цвет губам. Прям очень натуральный. Вот сейчас у меня, кстати, на губах. Я его тут смешала еще с другим тинтом, потому что он практически не виден на губах. Я вам покажу, как он выглядит в натуральном виде. В общем, вот так, смотрите, он выглядит. Вот его можно наносить также на щеки, на губы. Куда вы еще захотите нанести? На нос немножко, например, чтобы сделать вид, что у тебя вот загорелый нос. Как будто ты только солнышко. Солнышко тебя поцеловало, так скажем. Вот. И это действительно тинт. Не скажу, что он прям держится очень сильно. Ну, до перекуса, в принципе, да. Вот он стирается потом. Вот стираешь его. И вот так вот он смотрится. То есть придает такой естественный румянец, так скажем. Он естественный цвет губа. Губы выглядят как свои, натуральные вообще. То есть им спокойно можно сделать макияж без макияжа. И при этом он совершенно не сушил губы. Совершенно. Вот просто полностью не сушит. А он даже их слегка увлажняет. Такое интересное ощущение на губах от него. Как будто бы... Ну да, как будто что-то есть, но с другой стороны, как будто ничего и нет. В общем, классно смотрится. Мне очень он понравился. Такой приятненький, миленький малыш. Как обычно, наверное, корейский, какой-нибудь китайский. Ну, это какая-то фишка новая. У меня такого еще не было, поэтому я, собственно, решила выказать. И не пожалела. Мне понравился он. Так что могу посоветовать. Да. Очередную пачку Якобс. Так как, к сожалению, моя любимая кофе от Таберлик пропала. Поэтому я заказываю всякое кофе на маркетплейсах. Так более выгодно получается. В этот раз была хорошая цена на Яндекс.Маркете. Взяла Жардин Голд. Здесь получается тессин из куса четверка. И мне нравится кофе Жардин в последнее время. Как растворимое. Оно более-менее вкусное. Оно не горчит, как на из кафе. Ну и вообще приятный вкус. Если хотите поинтенсивнее кофе, то я беру крепость 4-5 где-то. Если послабее любите, то троечку достаточно. Я брала и синюю пачку. Там они разные есть вкусы. Так что мне понравилось. Выгодно получается брать вот такую большую пачку. Здесь у меня 150 грамм за 355 рублей. По-моему, в обычных магазинах, которые у нас есть, в Агни, там еще где-то кофе стоит значительно дороже. Поэтому я беру на маркетплейсах. Вот. Вот, вот, вот. Также у меня у сына закончился крем, который он покупал от Ликата от прыщей. Я стала искать что-нибудь подобное. Я решила попробовать что-то другое. С хорошими отзывами нарвалась на вот такой вот крем-корректор от прыщей от бренда The Act. Я еще с этим брендом, кстати, не знакома. Они мне не рассылали ничего на рекламу, как другим блогерам. И поэтому решила взять попробовать. Стоил он, кстати, не так уже бюджетно. Вот за такую малютку что-то, что-то рублей 600, по-моему. Я брала на Озоне. Сделано, кстати, в России. Нанести на проблемные участки вечером, в течение, утром или вечером, в течение дня по необходимости. 15 миллилитров здесь всего лишь. Мы еще его не пробовали, надеюсь. Он поможет сыну. Я его, конечно, заставляю. Он не любит очень это дело. Особенно наносить крем. Если умываться, я его еще хоть как-то заставляю. Пахнет он традиционно чайным деревом. Да, как все средства от прыщей. Вот, надеюсь, он будет действительно более-менее интенсивный, более-менее эффективный. И порадует нас, так скажем. Вот, так что будем пробовать. Надеюсь, ну, в общем, также расскажу потом в пустых баночках, как он мне понравился или не очень. Ну, и блогерские всякие штучки. Вы видите, у меня тут появилась вот такая вот штука. Надеюсь, что действительно звук станет лучше. Потому что сейчас я снимаю на телефон, и мне, конечно, уровень звука на телефоне очень-очень сильно не нравился. Мне приходилось корректно, в общем, на двух программах. Мне приходилось подтягивать сначала на одной, потом на другой. И то звук меня, конечно, совершенно-совершенно не устраивал. Поэтому мне нужна была петличка. Петлички сейчас идут уже от Bluetooth, так скажем. Они вот так вот выглядят в коробочке. В общем, такая вот милая коробочка, в которую вставляется этот микрофончик. Ну, я вам потом покажу, конечно, когда я уже не буду снимать на него, как он выглядит поближе. В общем, долго-долго выбирала по отзывам. Вот такой вот микрофончик. Заказывала на Яндекс.Маркете. Есть такие два. Ну, мне достаточно одного, в принципе. Я не собираюсь интервью ни у кого брать. Вот, значит, чем мне он понравился, что он идет не от Bluetooth. Он по радиосигналу как-то передается. Я его долго-долго пыталась подключить по Bluetooth, а телефон его не видит, и все. Я уже думаю, ну вот, приехали, не работает. Но нет, оказывается, телефон его просто сразу же уловил. Здесь идут такие вот синенькие сигнальчики, что получается, в телефон вставляется специальная штучка, и они друг с дружкой контактят. Сам микрофончик вот такой вот, маленький, удобный. И вот это вот переходник Bluetooth по радиосигналу. Вот такой вот милый микрофончик. Здесь шел в комплекте шнур. Все очень хорошо было запаковано. Вот так вот. Здесь шнур был для зарядки Type-SD, обычный совершенно. Стоил он что-то около тысячи. Вот такой вот классный микрофончик. Еще, кстати, мне муж хотел на день рождения подарить крутой, профессиональный какой-то микрофон. Он сказал, долго-долго с дочкой выбирали, выбирали. Но в последний момент, слава богу, они передумали, потому что мне такой, конечно, без надобности. Я не профессиональный какой-то там супер-пупер интервьюер, которому очень нужен какой-то дорогущий там со всякими наворотами. Мне достаточно вот такой вот маленькой петлички, просто чтобы был лучший звук. И все. Я рада, очень рада, что они выбрали мне все-таки телевизор, а не микрофон. И этот микрофон меня полностью устраивает. Он работает хорошо, он держит зарядку неплохо. И самое главное, он дает хороший звук. Надеюсь, вы это оцените. Также, что еще касается блогерских всяких штучек. Заказала я кое-что для съемки фото в интерьере, так скажем. Ну, иногда приходится. Я сейчас, конечно, уже совсем практически не пишу отзывов на косметику. Но иногда приходится, что-то присылают еще с запрещенной нашей сети. И иногда в Фаберлик что-то нужно фотографировать. Поэтому я заказала кое-что еще для фонов и для съемки видео, в общем-то. Вот такой вот милый ангелочек мне понравился. Он шел у нас вообще за 243 рубля. Вот такой вот. Это от Simoland. Кому-то они приходят, кстати, битые. Мне нет. Все целенькое, нигде крылышко, ничего не отворилось. Очень милый такой симпатичный ангелочек. Он сидит на сердечке с розовыми цветочками. Вот такой вот. И у него тут сзади дочка смеялась, говорит, у него тут попа. В общем, вот такое вот милашество. Очень симпатичный ангелочек. Ну и так он в интерьере будет стоять, радовать глаз, пылить, как муж говорит, пылиться будет стоять. Ну мне очень нравится такая милота. Я его поставила в свою полочку с косметикой. Пускай пока радует меня в качестве пока красоты в интерьере. А там, конечно, надеюсь, что я буду использовать и тоже. Потому что я смотрела в фикс-прайсе. В фикс-прайсе я кое-что взяла. Там тоже на заднем фоне где-то у меня стоит. Но мне хотелось какой-то ангелочек. У меня дома есть такие, но я их, естественно, не брала. Они у меня стоят в серванте. Когда заберу, муж сказал, будет еще куча всего. Ну, как-то так, да. И также я заказала вот такой вот милый букетик на Валберис. Стоил он 200... ой, стоил он 523 рубля. Вот такая вот милота. Искусственные, конечно, с цветочки. Но сделаны они очень симпатично, очень натурально. И они идут вместе с вазочкой. То есть эта вазочка у нас глиняная, да. То есть она настоящая вазочка. И здесь лаванда, какие-то еще листочки, лепесточки, розочки. Все очень симпатично смотрится. Оно пришло хорошо упакованное в коробочке. Ничего нигде не помялось. Я даже толком его не распушала. Он выглядит вот как он пришел, так он и выглядит. В общем, целенькое, все красивенькое. Ничего нигде не отваливается, не осыпается. Очень сделан добротно, так скажем, за свою стоимость. И очень симпатично смотрится в интерьере, опять же, да. Не только для фото. Вот так вот поставить на полочку куда-то в зал, в ванну, я не знаю, там, на кухню. Да куда угодно можно его поставить. Конечно, он будет пылиться. Его надо периодически будет протирать от пыли. Но мне очень нравится такой симпатичный букетик. И, кстати, там есть разные вариации. Не только такой. Там есть и побольше букетики, и поменьше. И там есть в разных цветах. Вот мне понравился вот этот. Так что могу посоветовать, если вдруг вам тоже такое нравится. Я не против искусственных цветов совершенно. В интерьере они смотрятся даже лучше и стоят дольше, естественно, чем натуральный букет. И также мне нужен был фон. Я давно хотела взять себе вот такой вот плотный, плотный 3D-фон. Он называется. В общем, они также идут в разных цветах, в разных вариациях. Я взяла вот в таком. В общем, он состоит из трех дощечек. Я сейчас пыталась их собрать. Но, в общем, тут надо заморачиваться. Вот такие вот две дощечки. Они сделаны из ДВП. Вот такой вот у меня рисунок. То есть сзади тут ничего нет. И какие-то доски обычные. Вот там есть очень много разных цветов. Второй такой же точно. И пол. Такая зелененькая травка. Ну, пока, в общем, меня все устраивает. Поставила этот 3D. Единственное, надо попросить мужа, чтобы он как-то закрепил. Потому что у меня все время эти крепления отваливаются. Там идут в комплекте какие-то мини-прищепки вот такие вот малепусенькие. Но они толком у меня ничего не держат. Не знаю. То ли я криворукая, то ли я что-то не так делаю. В общем, надо попросить мужа. Он у меня на все руки мастер и сделает все. Вот. И потом, когда мне это надоест, я заказала еще листы такие дополнительные. Можно их будет прикрепить на этот же фон. Вырезать под размер, я думаю. Или, может быть, если что-то больше надо, то посмотрим. Ну, в общем, не знаю. Еще не решила. У меня есть где-то дом, это уже два фона хороших я заказывала такие под клеенку. Но, опять же, они у меня дома где-то валяются. Не знаю, выживут они или нет во время переезда. Остаются ли они там сейчас или нет у меня. В общем, надо забирать. Вот. Я заказала, в общем, такие вот. Они как из бумаги. Но бумага такая плотная. Она как будто немножко прорезиненная по ощущениям. Это двусторонний фон. Он был сворван в рулон. И ушел в таком вот плотном картоне. Я пока его не выкинула. Сейчас покажу, думаю, вам и выкину. В общем, там есть тоже, опять же, куча-куча разных цветов. Я взяла вот такой вот голубой. С другой стороны он какой-то зелено-серый, по-моему, какой-то такой цвет. Потом второй, это был желто-розовый. И третий такой нежно-нежно-розовый. А с другой стороны серый. Какой серо-бежевый, что ли, цвет. Не очень мне нравится. Лучше бы какой-то сиреневый был. Но что-то я выбрала такой. Не знаю, почему. Надо было что-то сиреневое выбрать. Ну, выбрала я выбрала. Чего уж теперь? Вот. Вот такие вот классные у меня были блогерские штучки новые. Которые, я надеюсь, мне пригодятся. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok